Время! 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 Молдос видится уже около самого четвертого блока. Огоньки. Сейчас мы поднимаемся с вами на выход на 50-й месту, где находится пульте управления нашими роботами. Где вообще-то начинаются наши основные работы. Так, вот вам куда предстоит лестница покажу. Голубев это Виктор Васильевич. Его компетенция в исполнении служебных обязанностей было не только руководство робототехникой, но и эвакуация контейнеров с радиоактивными отходами с помощью вертолета. Роботы в свое время были направлены на ЧАЭС для того, чтобы исключить возможность участия человека в дезактивационных работах. Показать вам? Да. Вот это Голубев показывает робота, который мы прозвали «Стол на колесах». Вот это робот Ленинградского института робототехники, которым командует Евреевич Евгений Иванович. Вот одна из задач, единственная задач, которая была у них, очистить вот это все от того мусора, который мы скидывали с отметки 50. Ну и не справилась с этой задачей, сейчас мы сюда будем высаживать вертолетом трактор Владимировец с отвалом, и человек будет все это дело убирать вон туда в отвал. На ваш взгляд, а чем оно все-таки несовершенно? Видите, какая конструкция? Это, в общем-то, по моему мнению, станция Ивановой техники. Да, Голубев правильно назвал эти роботы. Мы порядка 800 солдат сожгли на этих роботах, снимали шарер-разъемы и возвращали эти разъемы на перепайку. Подсчитывали как-то их количество. Вот они обеспечивали снятие этих разъемов. Однажды в программе «Время» он высказался, что он успешно здесь применил свои роботы, в результате чего мы были возмущены и отправили коллективное письмо в программу «Время». Тогда это письмо возымело действие, и профессор Юрьевич с этими роботами, столами и табуретками на колесах, он был отозван с Чернобыля. Вот он с кровли стаскивает остатки мягкой кровли и стяжки, похоже, бетонной. И за ним наблюдают с промышленно-дивизионной установкой. Ну, он очень-очень медлительный. Вот видите, это в реальном времени. Это не Федя, вот это не Федя. А Федя будет еще показан. Это тоже такой же кабельный робот выполнен на шасси. А Федя, на нем расписался сварщик. На этом роботе. Ну, тут разные специалисты. Здесь есть и Костромин с БС, вот я его увидел. Вот за экраном это голос Шведько Петра Васильевича, который умер год назад в больнице. Когда он поломался, и как? Он зашел. Он же специально для этого создан. Зашел и стал. Он ни одного кирпича не сбросил. А вот это МФ-3. Робот, который напоминает танк по принципу действия. А по площади он занимает, ну, площадь современного легкового автомобиля. Да, Джокер почему-то к нему прилипло название. А он застрял из-за того, что у него между гусеницей и траком, то есть между гусеницей и катком попала сборка. И приняли решение, что этот робот можно немножко протащить лебедкой, вытащить его из-под излучения, которое давал реактор в то время. И мы должны были этот робот несколько развернуть, для того, чтобы, вытащив его поближе сюда, к краю, можно было его снять в вертолёты. Там так устроено, что фаркоп открываешь, он растормаживается. Как раз можно это трактовать как спасательные операции рублёвым роботом. Вот от Федя. Валютного Джокера. МФ-2, МФ-3 в Германии закуплены были. В Венгрии это Форестери, который нигде не участвовал вот здесь, в этих работах. Хотя его на крышу поднимали, и он пытался снимать кровлю. Но он очень, как и остальные роботы, очень медлителен был. Кроме того, были отечественные роботы, в том числе на шасси солеподборщика. Ещё были кабельные роботы, изготовленные Белоярск Атомремонт. А позднее мы получили роботы, изготовленные на шасси лунохода. Они управлялись исключительно по защищённому радиоканалу связи. Но в настоящее время можно считать, что они управлялись цифровым радиоканалом. Но из-за того, что они медлительны, что за ними наблюдают с помощью телекамер. Каждый из роботов имеет очень узкий диапазон работы. Имеется в виду то, что у него достаточно узкий нож. Ну вот из-за этого вывели людей на кровлю. Роботы себя не оправдали. Они могут участвовать в отдельных видах работ, в отдельных аварийных ситуациях. Но при масштабной аварии человек оказался надёжнее. Сейчас прибавятся осколки графитовые. Михаил Ильич, как называется ваша должность? Чем вы занимаетесь, кто отъезжаетесь? Здесь я являюсь руководителем группы опытной эксплуатации специальных транспортных роботов. Вы давно уже здесь работаете? Нет. С 3 сентября. Ну, в общем-то, сравнительно давно. Наша первая группа во главе с полстанцией Сологовым наладила здесь работу, организовала. Мы продолжаем работу на другой отметке. Они очистили отметку 71 метр. В зону УК. Скажите, пожалуйста, говорят специалисты, что наши роботы значительно превосходят зарубежные образцы?